Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Не прошло и суток после нашего сюжета. Пенсионеров из зловонной квартиры забрали в больницу. Пока не построят новую ТЭЦ, власти придумали, как удержать на плаву уже существующей в Яровом. Чистая и красная, как сейчас, ведут прием в диагностическом центре края. Врачи забрали пенсионеров, которые могли бы сгнить в своей квартире. Об этой истории мы рассказывали накануне. Супруги басисты тяжело больны. Они не могут убирать за собой, ходить в магазин и даже выносить мусор. Квартира давно превратилась в рассадник инфекций. Сотни мух из зловония уже стали отравлять жизни их соседям, которые не раз обращались в соцзащиту. Ирина Корчагина продолжит тему. Меньше суток понадобилось, чтобы сотрудники соцзащиты все-таки дошли до этой семьи после выхода нашего сюжета в эфир. Сегодня Виктора и Валентину забрали на лечение в 8-ю горбольницу. Сейчас в их квартире работает клининговая компания, но уборку понадобится несколько дней. Чтобы избавиться от насекомых, в соцзащите приняли решение выбросить всю старую мебель. В ведомстве уже нашли для басистых новый стол, шкаф, диван, постельное белье, посуду и одежду. Вся эта мебель, бывшая в употреблении, но должна быть лучше той, что мы видим на кадрах. Как нам пояснили в соцзащите, они и ранее знали, в каком состоянии проживает семья, но якобы басистые сами отказывались от их услуг. Близких родственников у них нет. Вообще их состояние предусматривает, наверное, все-таки стационарное размещение. Если они не захотят стационарно размещаться в дом-интернат, то в зависимости от степени нуждаемости у них будет сиделка. Эта сиделка, если будет нужно, будет приходить к ним каждый день. Такая услуга в рамках системы долговременного ухода в городе Барнауле сегодня есть. Уходовый пакет услуг бесплатный. Также в соцзащите нам пояснили, что принудительно забрать в интернат супругов можно только по решению суда. Если их признают недееспособными. Как считают в соцзащите, таковыми пенсионеры не являются. После выписки из больницы супруги вернутся домой. А значит, история может повториться. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Очередное судебное заседание по делу о смерти Павла Рохлова состоялось на этой неделе. Напомним, громкая история случилась в июле 2020-го на Старом базаре. В результате драки Рохлов погиб. В пользу подсудимого Михаила Старцева, после удара которого и произошла смертельная трагедия, показания дал независимый судмедэксперт из Москвы Эдуард Туманов. Конечно, необходимо дать и разъяснение о том, где локализовались повреждения, какого объема были, какой механизм формирования этих повреждений. Вот с этой целью, собственно говоря, и приглашался как специалист. Это уже третий независимый специалист, который оценивает заключение барнаульских коллег. Ранее по делу высказался не менее известный российский судмедэксперт из Красноярска. Он обратил внимание, что кровоизлияние в мозг у Рохлова могло произойти от физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Иная позиция у следствия. Удар в челюсть, который нанес Старцев, и удар головой об асфальт при падении Рохлова взаимосвязаны. А вот адвокаты настаивают, что причиной конфликта стало противоправное поведение еще одного участника, Дмитрия Лопатина, а также семьи Рохловых, которых Старцев считал одной компанией. Потому что Старцев пытался обезоружить Лопатина, он его обхватил вместе с палкой. И в это время палка у него вылетела из рук, девушки схватили палку Ворогушина и Лютова и отбросили ее в сторону. Старцев, на мой взгляд, он полагал, что вот это нападение, которое было совершено Лопатиной, оно еще не закончилось. Что Рохлов и Рохлова – это люди Лопатина, это люди одной группы, которые представляют определенные интересы. Сейчас судебное следствие находится на стадии дополнений. Не исключено, что сторона защиты попросит переквалифицировать дело по более мягкой статье или вообще оправдать Старцева. Приговор может быть оглашен в этом месяце. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Полтысячи человек готовы принимать ежедневно в ковидном отделении диагностического центра. Речь идет о пациентах, которые по каким-то причинам не смогли попасть в свои поликлиники. Напомним, на днях работу учреждения разделили на две зоны – чистую и красную. Они строго изолированы друг от друга. О том, как теперь ведется прием пациентов в диагностическом, расскажем далее. Ковидная поликлиника в диагностическом центре. За день здесь уже приняли около ста человек. У всех либо ковид, либо его симптомы. Здесь говорят, у 80% больных с картиной ОРВИ в итоге подтверждается коронавирус. В красной зоне центра теперь можно оформить больничный, сдать тест на ковид-19. При необходимости вам сделают забор крови и к это легких. Таким образом, в Минздраве решили снять нагрузку с трех поликлиник. Первый, седьмой и четырнадцатый. Ежедневно туда поступают около полутора тысяч больных. Но вот тяжелых пациентов в диагностическом принимать не будут. Их сразу направляют в стационар. Пока сейчас закреплены за нами три поликлиники крупные. Это 14-я, первая поликлиника, седьмая. Выбор сделан был в связи с тем, что в этих поликлиниках самая низкая доступность. То есть есть проблемы с возможностью пациента попасть на прием, либо вызвать врача на дом. Поэтому эти поликлиники, мы им открыли расписание в удаленной регистратуре. Они записывают своих пациентов самостоятельно. Те, которые дозваниваются, их приориентируют на диагностический центр. При этом в диагностическом центре не прекратился прием пациентов в чистой зоне. Она изолирована от ковидной поликлиники. Также в центре продолжает работу главная ковидная ПЦР-лаборатория, в которой выполняется большая часть всех мазков на COVID-19 в крае. За сутки здесь проверили более 9 тысяч тестов. Это новый максимум. Пациенты приходят с лихорадкой, приходят с болями в горле, с выраженным кашлем, со стыней, с головной болью, с симптомами интоксикации. Сейчас боли Е, это выраженная боль в горле, с отеком миндалин увеличенный, то есть прям вот как по типу ларинга трахеита. Здесь готовы принимать полтысячи пациентов ежедневно. В таком режиме диагностический будет работать в ближайшие месяцы, пока волна не отступает. Барнаул, как всегда, первый в регионе принял на себя удар. 70% всех положительных тестов на ковид пока приходится на краевую столицу. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толка. Между тем медицинского кислорода в Алтайском крае станут производить на 10 тонн больше. Барнаульский завод запустил в работу новую производственную линию. Несмотря на то, что потребность в медицинском кислороде сейчас не такая высокая, как в прошлом году, все же решили подготовиться к любому повороту событий. Во сколько обошлась предприятию такая модернизация и с какими проблемами пришлось столкнуться, расскажет София Яценко. Температура кипения минус 178 градусов. Строго по правилам и с тщательной проверкой. Так в лаборатории завода готовят новую партию кислорода. Причем у медицинского проверочных этапов больше. Технический, он и есть технический кислород. Он не проходит такую тщательную проверку, как медицинский. И все. И баллоны, в которые закачивается медицинский кислород, намного очищаются лучше. Они специализированные, они проверяются, продуваются и очищаются. Месяц назад на заводе запустили новую производственную линию, которую собрали сами. Несмотря на хорошее техническое состояние оборудования, установки пришлось дорабатывать, автоматизировать. Проблемы в первую очередь были в отсутствии квалифицированного персонала по монтажу. Но по киповской части проблемы у нас не возникало. И полное отсутствие запчастей. Но я думаю, что мы успешно преодолели эту проблему. И можно сказать, что вышли на финальный рубеж. И находимся в процессе пусконаладки. Получили первый продукт. На таком решении предприятие сэкономило около 200 миллионов рублей. На сегодняшний день новая производственная линия продолжает работать в тестовом режиме на 30%. Пусконаладочные работы планируют завершить в ближайшие пару месяцев. После медицинский кислород смогут поставлять в больницы региона еще большими партиями. До 15 тонн в сутки. В напряженный период непростой питобстановки это хорошее подспорье. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком. Миллиард 300 миллионов рублей. С такой суммой, по оценке экспертов, ТЭЦ в Яровом должна продержаться на плаву, пока власти решают вопрос о строительстве нового источника теплоснабжения. Министр промышленности и энергетики Края Вячеслав Химочка представил профильному комитету парламента план, по которому уже на февральской сессии депутатам предстоит пересмотреть региональный бюджет. Подробности далее. За Яровое, кажется, основательно взялись. Обсуждая с 2019 года плачевное состояние местного теплового комплекса, власти, наконец, озвучивают сумму вложений на этот год. Сегодня мы обсуждали сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей. Запланировать и провести работы, прежде всего, по ремонту котла, который планируется все-таки использовать на следующий отопительный период. И в том числе предусмотреть деньги на подготовку проектной документации, в соответствии с которой будет разработан проект на строительство новой котельной. ТЭЦ Ярового – горячая точка на карте края, которая горит каждый сезон. И до его начала, и во время него. За эту зиму там произошло три аварии. Последняя в конце января. Выход из строя котла, по неофициальной информации, связан со взрывом угольной пыли. На опасность системы пылеуглеподачи, как и на ветхость других точек, указывают местные власти. Ресурсы станции выработаны. Мы сегодня говорим много о котлах. Мы еще не говорим о картах шлака золоудаления, которые работают на последнем издыхании, скажем так, и находятся у черты озера. Вот дамбы, мы знаем, постоянно разрушаются. Мы их обновляем, эти дамбы, чтобы не допустить попадания шлака в озеро. Муниципалитет заказал технико-экономическое обоснование, которое в июле должно ответить на вопрос, все-таки это будет новая котельная, уже без выработки электроэнергии, или же это будет реконструкция имеющегося теплоисточника. Сторонам предстоит изучить работу ТЭЦ. Ее мощность рассчитывали во времена расцвета Алтайхимпрома, и 90% закольцовано на само предприятие, хотя станция отапливает весь город. Новую систему теплоснабжения, которую оценивают в несколько миллиардов рублей, могут ввести в эксплуатацию не раньше 2026 года. Татьяна Голубева, Анастасия Драган. День с толком. С начала года в огне в Алтайском крае погибли 34 человека. Столь высокий показатель спасатели фиксируют впервые за 10 лет. Увеличилось и число отравлений угарным газом. Сегодня стало известно об отравлении четверых детей в селе Веселоярск. В конце января жертвами стали несколько взрослых и четверо детей, трое из которых погибли. В МЧС приняли решение усилить профилактическую работу. При проведении подворных обходов оценивается состояние печного отопления на предмет соответствующего требования пожарной безопасности, состояние электропроводки, эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, а также газового оборудования. Помимо проверок во время рейдов в домах многодетных семей, специалисты бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Ведомство подарило уже более 4 тысяч устройств, половине из них GSM-модуль. При возгорании такие датчики издают звуковой сигнал и отправляют сообщения на телефон владельца, а также на пульт диспетчерской службы, что позволяет предотвратить возгорание и гибель людей. За один день сотрудники проверили более 2 тысяч подворьей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Еще раз напомнив жителям, что дымоход надо чистить хотя бы дважды в год и не использовать для розжига печей горючие жидкости. Болиндер в Заринске – альмаматор для местных людей искусства. В нем занимаются 26 творческих клубов и коллективов. Один из них – подростковый кавер-бенд «Квинта». Из-за недостатка финансирования юные музыканты вынуждены приобретать инструменты за свой счет. И если с покупкой гитары они справились сами, то барабанная установка, колонки, микшер им попросту не по карману. О том, как ребята репетируют, что исполняют и как, возможно, помочь в такой ситуации, расскажем далее. Заринский кавер-бенд «Квинта» на сцене уже три года. Ребята, большинство из них школьники, дважды в неделю репетируют в Доме культуры Болиндер. Авторских композиций в их репертуаре пока нет. Однако поют музыканты и современные песни, и классику русского рока. Например, «Зимфиру», «Кино», «Арию». А в доковидный период «Квинта» успела провести несколько выступлений. Мы выступали на рок-фестивале. Это было как раз весной, в 2019-м как раз. Мы уже полностью собрались, подготовились и выступили. Еще мы выступали летом на «Цой жив», прям на площади фонтана. Вот, было очень интересно. Но интересно не значит просто. ДК дает коллективу площадку для репетиций и наставника. А инструменты музыканты покупают сами. Для этого гитаристам и басисту пришлось подрабатывать после уроков и откладывать деньги. Ударнику повезло больше. Барабаны достались, можно сказать, по наследству от другого коллектива. Но на сегодня установка уже изношена и требует замены. Очень много вот у нее уже проблем. Вот этот и пластик, и без конца эти палочки, и тарелки все уже лопнутые, треснутые. Но тут много проблем. Масса. Цены на ударные установки очень разнятся. Но более-менее приличные. Это вот от 70 и выше тысяч. Помимо этого, для уличных выступлений «Квинте» необходимы колонки и микшерный пульт. А это еще порядка 100 тысяч рублей. Таких денег ни у юных музыкантов, ни у Дома культуры нет. Поэтому ковер-бенд решил принять участие в конкурсе «Мой проект моему городу», который в Заринске запустил фонд Александра Прокопьева. Участие и активность проявляют молодые жители города Заринска. И это немаловажно. У них нет такого большого опыта участия в таких конкурсах. И в том числе нет опыта оформления документов. Но у них есть идея и желание ее реализовать. Поэтому мы обязательно поможем ребятам, подготовив все документы, чтобы они могли принять участие в конкурсе наравне со всеми. Конкурс там будет проводиться в три этапа. Первый этап – это прием заявок. Второй – заочная оценка. И третий этап – подведение итогов. Будет проводиться попечительским советом путем голосования. Общий бюджет конкурса – 2 миллиона рублей. А размер грантов – до 200 тысяч. То есть в случае победы «Квинта» сможет купить и барабанную установку, и всю необходимую технику. Однако только культура и номинации не ограничиваются. Участие открыто по нескольким направлениям, среди которых здоровый образ жизни, добровольчество и благоустройство территорий. Данный конкурс проектов для саренчан – это, конечно, хороший стимул для творчества. И в свою очередь это принесет формирование успешного городского нашего общества. Все получаются номинации, они достаточно большое количество общества захватывают. Именно поэтому к участию готовятся и другие ДК, и Центр детского творчества, и даже Совет ветеранов. Подать заявку необходимо до 20 февраля. Итоги подведут не позднее 15 марта. Более подробно с условиями конкурса проектов можно познакомиться на сайте фонда Александра Прокопьева. А пока в «Квинте» надеются, что один из грантов достанется именно им. Ведь на подходе уже второй состав группы. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня в Пекине официально открылась зимняя Олимпиада. В течение месяца во всем мире будут следить за тем, как биатлонисты, лыжники, хоккеисты и не только представители этих видов спорта борются за олимпийские награды. Минусы есть. Болельщиков в Пекине не будет. Да и наши выступают не под российским флагом. Но болеть будем. Жителям Алтайского края есть за кого. Наш регион представляют биатлонист Даниил Серохвостов, конькобежец Виктор Муштаков и хоккеист Кирилл Марченко. Успехов нашим ребятам пожелал и министр спорта региона Алексей Перфилев. Наши на Олимпиаде. Попасть на Олимпиаду – это уже результат, это уже история. А олимпийская медаль, конечно, это вершина Олимпа. Ребят, мы болеем за вас, держим за вас кулачки. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok